Здравствуйте, уважаемые! Всем здоровиться! Носовая слизь по-медицински муконазальный секрет, а по-простому сопли, вещь исключительно полезная. Она защищает наши воздухоносные пути от переохлаждения, замусоривания пылью и, конечно, от патогенных микроорганизмов. Ее можно назвать первой линией обороны против множества инфекций. И действовать слизь способна не только во рту. Недавно исследование показало, что входящие в состав носовой слизи гликопротеины муцины способны эффектно защищать зубную эмаль, не позволяя бактериям закрепляться на ней и разрушать, вызывая кариес. Вдохновленные этим результатом, ученые планируют разработать технологию получения искусственных аналогов муцинов и использовать их в составе жвачки, защищающей зубы. Исследованию уже удалось выделить гликопротеин. Судя по всему, самый распространенный муцин в составе слизи. Они продемонстрировали, что он один способен эффективно предотвращать закрепление S-Mutans на эмали. Это такие бактерии. А теперь планируют выяснить, почему именно это происходит, почему это случается. Такой подход может оказаться гораздо эффективнее даже антибиотиков. Муцины не уничтожают бактерии, а лишь не позволяют им разрушать зубы. А значит, они не запускают в действие эволюционные механизмы, способствующие появлению устойчивости к ним. Вот такая вот информация из-за рубежа. Я думаю, сейчас не стоит бросаться в ванную и соплями чистить зубы. Как минимум, выглядело бы странно. Но давайте подождем последних разработок этих ученых. Собственно говоря, на этом у меня и все. Более детальной информации о нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите еще больше интересного, полезного видео на нашем YouTube-канале. Всего вам наилучшего. Услышимся.